олимпик британский лайнер и главный корабль морских титанов олимпик был британским океанским лайнером и главным кораблем тройки лайнеров класса олимпик компании white star line в отличие от других кораблей этого класса олимпик просуществовал 24 года с 1911 по 1935 год олимпик построенный в белфасте ирландия он был первым из трех океанских лайнеров олимпик другими были титаник и британик это были самые большие суда построенные для британской судоходной компании white star line которая в 1912 году состояла из 29 пароходов и тендеров строительство олимпика началось за три месяца до титаника чтобы снизить нагрузку на верфь чтобы приспособиться к строительству этого класса harland and wolf модернизировала свое предприятие в белфасте самым кардинальным изменением стало объединение трех стапелей в два более крупных лайнер олимпик и титаник строились рядом бок о бок киль олимпика был заложен 16 декабря 1908 года а спущен на воду 20 октября 1910 года без предварительного крещения по традиции white star line так и не окрестила ни одной из своих судов и для спуска на воду корпус был окрашен в светло-серый цвет олимпик приводился в движение тремя гребными винтами два трех лопастных боковых гребных винта приводились в движение двумя двигателями тройного расширения а четырех лопастный центральный винт приводился в движение турбиной в которой использовался утилизированный пар выходящий из двигателей тройного расширения использование выделившегося пара было испытано на судне лорентик двумя годами ранее расположение спасательных шлюпок олимпик с 1911 по 1912 год был идентичный титанику 14 регулирующих шлюпок два аварийных катера и четыре складных шлюпки white star олимпик проектировался как роскошный корабль пассажирские помещения оборудования планы палуб и технические средства титаника были в основном идентичны олимпику хотя и с некоторыми небольшими отличиями пассажиры первого класса наслаждались роскошными каютами а некоторые из них были оборудованы отдельными ванными комнатами пассажиры первого класса могли питаться в большом и роскошном обеденном салоне корабля или в более интимном ресторане эйла карт там была роскошная парадная лестница построенная только для кораблей олимпийского класса а также три лифта которые спускались за лестницей на палубу в георгианском стиле курительная комната кафе военда украшенная пальмами бассейн турецкая баня тренажерный зал и несколько других мест для приема пищи и развлечений помещение второго класса включали курительную комнату библиотеку просторную столовую и лифт наконец пассажиры третьего класса пользовались разумными условиями по сравнению с другими судами если не на уровне второго и первого классов вместо больших спален которые предлагались на большинстве кораблей того времени пассажиры третьего класса олимпика путешествовали в каютах вмещающих от двух до десяти коек удобства для третьего класса включали курительную общую зону и столовую олимпик выглядел чище и изящнее чем другие корабли того времени вместо того чтобы снабдить его громоздкими внешними вентиляционными отверстиями harland и вольф использовали вентиляционные отверстия меньшего размера с электрическими вентиляторами с фиктивной четвертой воронкой используемой для дополнительной вентиляции лайнер олимпик потреблял 650 тонн угля за 24 часа со средней скоростью 21,7 узла во время своего первого рейса по сравнению с 1000 тонн угля за 24 часа как у лузитании хотя олимпик и титаник были почти идентичны и имели одинаковую конструкцию ядра в титаника затем и в британик были внесены некоторые изменения основанные на опыте полученном за первый год эксплуатации олимпика наиболее заметным из них было то что носовая часть прогулочные палубы титаника была ограждена стальным экраном с раздвижными окнами чтобы обеспечить дополнительное укрытие в то время как прогулочная палуба олимпика оставалась открытой по всей своей длине между двумя кораблями также существовали косметические различия наиболее заметные из которых касались более широкого использования коврового покрытия оксминстер в общественных помещениях титаника в отличие от более прочного линолеума на полу на олимпике большинство этих недостатков олимпика было устранено в ходе его переоборудование в 1913 году когда конфигурация секции первого класса олимпика была изменена чтобы она больше походила на титаник хотя променад палубы оставался открытым на протяжении всей карьеры олимпика ремонт 1913 года также включал модификации для большей безопасности после гибели титаника в том числе добавление дополнительных спасательных шлюпок после завершения 29 мая 1911 года олимпик начал ходовые испытания в ходе которых были проверены ее маневренность компас и беспроводной телеграф затем 31 мая 1911 года олимпик покинул белфаст и направился в ливерпуль порт приписки проведя день в открытом для публики ливерпуля олимпик отплыл в саутгемптон куда он прибыл 3 июня для подготовки к своему первому рейсу его прибытие вызвало энтузиазм у его экипажа глубоководный док в саутгемптоне тогда известный как док white star был специально построен для размещения новых лайнеров класса олимпик и открылся в 1911 году первое отплытие совершилось 14 июня 1911 года из саутгемптона с заходом в шербур и квинстаун и достиг нью-йорка 21 июня первый рейс был капитаном эдварда смита который погибнул в следующем году в катастрофе титаник конструктор томас эндрюс присутствовал при переплытии в нью-йорк и обратно вместе с несколькими инженерами брюса из мэя и гарантийной группы хорландо и вольфа которые также находились на борту чтобы выявить любые проблемы в области для улучшения лайнера как самый большой корабль в мире и первый в новом классе супер лайнеров первый рейс олимпика привлек значительное внимание пресса и общественности во всем мире после его прибытия в нью-йорк олимпик был открыт для публики и принял более 8000 посетителей более 10 тысяч зрителей наблюдали за его отправлением из гавани нью-йорка в его первый обратный рейс во время его третьего перехода наблюдатель к юнет-лайн был на борту в поисках идей для их нового корабля который тогда строился аквитания первая крупная авария олимпика произошла во время его пятого рейса 20 сентября 1911 года когда он столкнулся с британским крейсером хэмс-хоук столкновение произошло когда олимпик и хоук плыли параллельно друг другу через соленд когда олимпик повернул на правый борт большой радиус его поворота застал командира судна хоука врасплох и он не смог предпринять достаточных действий для уклонения носовая часть хоука столкнулась с олимпиком с правого борта возле кормы пробив две большие дыры в корпусе олимпика выше и ниже ватерлинии что привело к затоплению двух его водонепроницаемых отсеков искривленный грибной вал олимпик лег немного на корму но несмотря на повреждения смог вернуться в соутгемптон своим ходом никто не пострадал и серьезно раненых не было хоук серьезно повредил носовую часть и чуть не перевернулся он позже был отремонтирован капитан эдвард смит командовал олимпиком во время инцидента два члена экипажа вайлет джесоп и кочегар артур джон прист пережили не только столкновение с хоуком но и более позднюю гибель титаника и затонувшего в 1916 году британика 3 корабля этого класса в последующем расследовании королевский флот обвинил олимпик в инциденте утверждая что его большое водоизмещение вызвало всасывание которое втянуло хоука в бок инцидент с хоуком стал финансовой катастрофой для оператора олимпик однако тот факт что олимпик выдержал такое серьезное столкновение и остался на плаву по-видимому подтвердил правильность конструкции лайнеров класса олимпик и укрепил их непотопляемую репутацию потребовалось две недели чтобы повреждение олимпика были устранены в достаточной степени чтобы он мог вернуться в белфаст для капитального ремонта на который ушло чуть более шести недель чтобы ускорить ремонт harland and wolf была вынуждена заменить поврежденный грибной вал олимпика на один из титаника тем самым отсрочив завершение постройки самого титаника к 20 ноября олимпик вернулся в строй но 24 февраля 1912 года потерпел еще одну неудачу когда потерял лопасть грибного винта во время рейса в восточном направлении из нью-йорка и снова вернулся к своему строителю для ремонта чтобы как можно скорее вернуть его в строй harland and wolf снова пришлось вытягивать ресурсы с титаника отложив свой первый рейс на три недели с 20 марта по 10 апреля 1912 года 14 апреля 1912 года олимпик которым теперь командовал герберт джеймс хэдок возвращался из нью-йорка оператор беспроводной связи эрнест джеймс мур получил сигнал бедствия с титаника когда он находился примерно в 500 морских милях 930 километров к западу и югу от местоположения титаника хэдок рассчитал новый курс приказал двигателем корабля включить полную мощность и направился на помощь в спасении когда олимпик находился примерно в 100 морских милях 190 километров от последнего известного местоположения титаника он получил сообщение от капитана растрона из судна карпатия компании кюнет который прибыл на место происшествия растрон объяснил что продолжение олимпика курсом к титанику ничего не даст поскольку все лодки с людьми из титаника были спасены спасено около 712 человек титаник затонул около двух часов 20 минут ночи растрон запросил чтобы сообщение было перенаправлено в уайт стар и кунард он сказал что возвращается в гавань нью-йорка впоследствии беспроводная комната на борту олимпика работала как клиринговая комната для радиосообщений в течение следующих нескольких месяцев олимпик помогал как американскому так и британскому расследованию катастрофы следователи обоих расследований осмотрели спасательные шлюпки олимпик водонепроницаемые двери и переборки а также другое оборудование идентичное тому что было на титанике олимпик как и титаник не имел достаточного количества спасательных шлюпок для всех на борту поэтому после возвращения в великобританию был спешно оборудован дополнительными бывшими в употреблении складными спасательными шлюпками концу апреля 1912 года когда он собирался отплыть из саутгемптона в нью-йорк 284 корабельных пожарных объявили забастовку опасаясь что новые складные спасательные шлюпки корабля не будут пригодны для плавания 9 октября 1912 года уайт стар вывела олимпик из эксплуатации и вернула ее строителям в белфасте для внесения модификаций учитывающих уроки извлеченные из катастрофы титаника за шесть месяцев до этого и повышение безопасности количество спасательных шлюпок на олимпик было увеличено с 20 до 68 и для их размещения вдоль шлюпочной палубы были установлены дополнительные шлюк балки были усовершенствованы и насосные установки корабля эти модификации означали что олимпик мог пережить столкновение подобное столкновению титаника в том что его первые шесть отсеков можно было пробить и корабль мог остаться на плаву а также на палубе был проведен ремонт который включал в себя дополнительные каюты дополнительные частные ванные комнаты расширенный ресторан а также было добавлено кафе паризиен предлагающие еще одно питание для пассажиров первого класса 4 августа 1914 года великобритания вступила в первую мировую войну первоначально олимпик оставался на коммерческой службе под командованием капитана герберта джеймса хэддека в качестве меры военного времени олимпик окрасили в серый цвет заблокировали иллюминаторы и выключили свет на палубе чтобы сделать корабль менее заметным расписание было поспешно изменено чтобы заканчивался рейс в ливерпуле они в саутгемптоне а позже она была снова изменена на глазга первые несколько рейсов военного времени были заполнены американцами застрявшими в европе которые стремились вернуться домой в середине октября заказы резко упали поскольку угроза со стороны немецких подводных лодок становилась все более серьезной и вает старлайн решила вывести олимпик из коммерческого использования 21 октября 1914 года он отплыл из нью-йорка в глазга в свой последний военный коммерческий рейс взяв на борт всего 153 пассажира на шестой день своего путешествия 27 октября когда олимпик проходил возле озера лох су или у северного побережья ирландии он получил сигнал бедствия от линкора дейшес который подорвался на мене у острова тори и набирал воду судно ливерпуль находился недалеко от линкора дейшес олимпик снял 250 человек из экипажа дейшес затем эсминцу фьюри удалось прикрепить буксирный трос между дейшес и олимпик и они направились на запад к лох су или однако трос разорвался после того как рулевой механизм а дейшес вышел из строя была предпринята вторая попытка от буксировать корабль но трос запутался в грибных винтах судно ливерпул и порвался была предпринята третья попытка но она также не удалась когда трос не выдержал в 17 часов из квартир дека дейшес было решено эвакуировать оставшихся членов экипажа на олимпик возле ливерпул в 20 часов 55 минут на борту дейшес произошел взрыв и он затонул после возвращения олимпик в великобританию компания white star line намеревалась оставить его в белфасте до окончания войны но в мае 1915 года он был реквизирован адмиралтейством для использования в качестве военного транспорта вместе с лайнерами кунард мавритания и аквитании первоначально адмиралтейство не хотела использовать большие океанские лайнеры в качестве транспортных войск из-за их уязвимости для атак противника однако нехватка кораблей не оставляла им выбора лишенные оборудования мирного времени и теперь вооруженной 12 фунтовыми и 4,7 дюймовыми орудиями олимпик был преобразован в военный корабль способный перевозить до 6000 солдат 1 октября были замечены спасательные шлюпки с французского корабля провинция потопленного подводной лодкой у мыса матопан и 34 выживших были спасены компанией олимпик британское адмиралтейство раскритиковала хейса за это действие обвинив его в том что он подверг корабль опасности остановив его в водах где действовали вражеские подводные лодки скорость корабля считалась его лучшей защитой от атаки подводных лодок и такой большой корабль остановившийся стал бы невозможной целью однако французский вице-адмирал луи дартиш дю фурне придерживался другой точки зрения и наградил хейса золотой медалью почета олимпик совершил еще несколько военных походов в средиземное море до начала 1916 года когда компания галлиполи была прекращена в 1916 году было принято решение использовать олимпик для переброски войск в индию через мыс доброй надежды однако в ходе расследования было решено что корабль для этой роли не подходит поскольку угольные бункеры предназначенные для трансатлантических переходов не вмещали столь длительное путешествие с разумной скоростью вместо этого с 1916 по 1917 год олимпик был зафрахтован правительством канады для перевозки войск из галифакса новая шотландия в великобританию в 1917 году он получил 6-дюймовые орудия и был окрашен в ослепляющий камуфляж чтобы наблюдателям было труднее оценить его скорости курс его ослепительный цвет был коричневым темно-синим голубым и белым его многочисленные визиты в гавань галифакса безопасно перевозившие канадские войска за границу и возвращение домой после войны на пирсе 2 сделали его любимым символом в городе галифакс известный художник группы семи артур лисмер написал несколько картин в галифаксе в его честь был назван и большой танцевальный зал олимпийские сады после того как соединенные штаты объявили войну германии в 1917 году олимпик также перебросил в великобританию тысячи американских солдат рано утром 12 мая 1918 года направляясь во францию через ла-манж с американскими войсками под командованием капитана хейса олимпик заметил подводную лодку в 500 метров впереди артиллеристы олимпика тут же открыли огонь и корабль развернулся чтобы таранить подводную лодку которая тут же резко нырнула на 30 метров и повернулась на параллельный курс почти сразу после этого олимпик ударил подводную лодку за боевой рубкой левым грибным винтом прорезал прочный корпус ю-103 экипаж ю-103 взорвал балластные цистерны затопил и покинул подводную лодку олимпик остановился чтобы подобрать выживших и продолжил свой путь к шербуру тем временем судно дэвис заметил сигнальную ракету и подобрал 31 выжившего с ю-103 олимпик вернулся в соутгемптон по крайней мере с двумя помятыми пластинами корпуса и погнутым в одну сторону носом но не пробитым впоследствии выяснилось что подводная лодка ю-103 готовилась к торпедированию олимпика когда ее заметили но экипаж не смог затопить лайнер двумя кормовыми торпедными аппаратами сообщается что во время войны олимпик перевез до 200 1 тысячи военнослужащих и другого персонала жег 347 тысяч тонн угля и проехал около 184 тысяч миль 296 тысяч километров военная служба олимпик принесла ей прозвище старая надежная его капитан был посвящен в рыцаре в 1919 году за ценные услуги в связи с перевозкой войск в августе 1919 года олимпик вернулся в белфаст для восстановления на гражданской службе интерьеры были модернизированы а котлы переведены на сжигание мазута они угля эта модификация сократит время до заправки с дней до часов это также обеспечило более стабильные обороты двигателя и позволило сократить персонал машинного отделения с 350 до 60 человек во время конверсионных работ и постановки в сухой док ниже ватерлинии была обнаружена вмятина с трещиной в центре которая позже была сделана выводом о том что торпеда не взорвалась историк марк чернсайт пришел к выводу что неисправная торпеда была выпущена подводной лодкой su 53 4 сентября 1918 года когда олимпик находился в ла-манша олимпик 25 июня 1920 года он вернулся к пассажирским перевозкам совершив в том же году один рейс 2249 пассажирами олимпик перевез рекордные 38 тысяч пассажиров в 1921 году который оказался пиковым годом его карьеры после потери титаника и британика у олимпика изначально не было подходящих напарников для экспресс-доставки однако в 1922 году white star приобрела два бывших немецких лайнера majestic и home eric которые были переданы великобритании в качестве военных репараций в течение 1920-х годов олимпик оставался популярным и модным кораблем и часто привлекал богатых и знаменитых того времени марии кюри и чарли чаплин мэри пикфорд и дуглас фербенкс а также принц эдуард в то время принц уэльский были среди знаменитостей которых он возил 22 марта 1924 года олимпик снова столкнулся с кораблем на этот раз в нью-йорке когда олимпик давал задний ход от своего причала в гавани нью-йорка его карма столкнулась с меньшим лайнером ford сент-джордж который перешел ему дорогу столкновение нанесло значительный ущерб меньшему кораблю сначала казалось что олимпик получил лишь незначительные повреждения но позже выяснилось что ее ахтерштевень был сломан что потребовало замены всей ее кормовой рамы на рубеже 1927 1928 годов олимпик был переоборудован для перевозки пассажиров третьего класса а также пассажиров первого и второго класса туристическая третья каюта была попыткой привлечь путешественников которые хотели комфорта без сопутствующей высокой стоимости билета для этого класса были построены новые общественные помещения хотя к концу 1931 года туристический третий салон и второй класс объединились чтобы стать туристическим 18 ноября 1929 года когда олимпик двигался на запад недалеко от последней известной позиции титаника корабль внезапно начал сильно вибрировать и вибрации продолжались две минуты позже было установлено что это было вызвано землетрясением в гранд-бэнкс в 1929 году до 1930 года трансатлантический маршрут обычно перевозил около миллиона пассажиров в год но к 1934 году этот показатель сократился более чем вдвое кроме того к началу 1930-х годов усилилась конкуренция в виде нового поколения более крупных и быстрых лайнеров таких как немецкие bremen и europa итальянские rex и французские а л.д. франца а остальные пассажиры как правило предпочитали более крупные и быстрые лайнеры в конце 1932 года когда пассажиропоток сократился олимпик отправился на капитальный ремонт и переоборудование которые заняли четыре месяца он вернулся в строй в марте 1933 года его двигатель работал наилучшим образом и он неоднократно регистрировал скорость превышающую 23 узла несмотря на то что в среднем он был меньше чем при регулярных трансатлантических рейсах пассажировместимость была указана 1447 человек несмотря на это с 1933 по 1934 год олимпик впервые понес чистый операционный убыток 1933 год был худшим годом для олимпика всего было перевезено чуть более 9 тысяч пассажиров число пассажиров немного увеличилась в 1934 году но многие переходы по-прежнему были убыточны в 1934 году олимпик столкнулся с плавучим нантакетным маяком подходы к нью-йорку были отмечены плавучими маяками и известно что олимпик как и другие лайнеры проходили рядом с этими судами 15 мая 1934 года в 11 часов 06 минут олимпик приближаясь в сильном тумане столкнулся с нантакетским маяком лэве 117 находясь под командованием капитана джона бинкса корабль не смог вовремя развернуться и прорезал меньшее судно которая разломилась и затонула 4 члена экипажа плавучего маяка затонули вместе с судном семеро были спасены трое из них скончались от полученных травм таким образом из 11 человек погибло 7 человек уцелевший экипаж плавучего маяка и капитан олимпика были допрошены вскоре после достижения берега олимпик был выведен из трансатлантической службы и в последний раз покинул нью-йорк 5 апреля 1935 года вернувшись в великобританию и стоял на приколе в саутгемптоне новая компания ненадолго рассматривала возможность использования его для летних круизов но от этой идеи отказались и судно было выставлено на продажу среди потенциальных покупателей был синдикат который предлагал превратить ее в плавучий отель у южного побережья франции но это ни к чему не привело после пятимесячного простоя вместе со своей бывшей соперницей мавритании он был продан сэру джону джарвису члену парламента за 97 тысяч 500 фунтов стерлингов для частичного сноса в джароу чтобы обеспечить работой депрессивный регион 11 октября 1935 года олимпик в последний раз покинул сутгемптон и через два дня прибыл в джароу разборка началась после того как корабельная арматура была продана с аукциона с 1935 по 1937 год надстройка олимпик была снесена а затем 19 сентября 1937 года его корпус был отбуксирован на тос в то время главный инженер корабля прокомментировал я мог понять необходимость если старая леди потеряла свою эффективность но двигатели также исправны как и прежде за весь период олимпик совершил 257 рейсов через атлантику туда и обратно перевезя 430 тысяч пассажиров в своих коммерческих рейсах преодолев 1,8 миллиона миль